Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем о силах души и сегодня об осознанности. Что это такое осознанность? Осознанность. Говорятся об этом слове очень много, но что это такое? Всевышний, когда Адам, первый человек, согрешил, он его спросил одно слово. Аека, где ты? И это очень хороший вопрос. Где ты? Вот вопрос. Ребе Раяц Йосеф Ицкак из Хабада, он был в тюрьме. Его антисемиты, скажем так, посадили в тюрьму в России. И один человек, история рассказывает о том, что по-разному эту историю рассказывают, но к нему пришел один высокопоставленный человек и начал спрашивать его вопросы, что это такое, почему Всевышний, что он не знает, где находится, что он такой слабый, он не знает, где находится Адам, знал Святые Писания и спросил вот такой вопрос. И Ребе Раяц ему сказал, он его спросил. И тогда он сказал возраст этого человека, которого он не знал, полное имя этого человека. И сказал ему, ну вот где ты находишься в этом мире? Он его спросил, где ты? И слово осознанность, и в принципе это дело об осознанности, это вопрос, где ты находишься в своем мире. То есть, что ты ощущаешь, о чем ты думаешь, где ты находишься. И осознанность, вот это вот, это даже какой-то рефлекс уже должен быть. Это какой-то такой момент, когда человек переключается из эмоций, из потока мыслей, в которых он находится, в момент, где он начинает понимать, где он. Как это делается? Это, во-первых, делается знанием. То есть, мы должны в какой-то момент, когда мы ощущаем, что у нас какие-то эмоции или какие-то мысли, постоянно что-то происходит, надо понять, что надо вздохнуть несколько раз и подумать, окей, что я ощущаю, о чем я думаю, где я нахожусь. То есть, иногда эти ощущения или эти вопросы приводят к тому, могут привести, что мы скажем, окей, я так ощущаю, потому что я мало пил или мало ел или устал. И тогда мы не находимся в этих эмоциях и ощущениях, мы начинаем понимать, что происходит. Если это дело мыслей каких-то, можно сказать, человек может сказать, я боюсь, я грустный, я думаю о чем-то или насторожный и так далее. То есть, когда человек поднимается из уровня своих мыслей и эмоций, из вот той ситуации, в которой он находится, в осознанность, он тогда, во-первых, становится более спокойным. И это первая точка, это начальная точка от вещей, которая называется идбонэнут, то есть созерцание, чува и так далее. Первая точка включения в процессы более глубокие, это процесс понимания, где мы находимся, что мы ощущаем, о чем мы думаем. И не находиться, это помогает не находиться в этих ощущениях, не прибегать, как профессионалы говорят, руминативному мышлению, то есть повторение, когда происходит, и не прогружаться, и не действовать в связи только с нашими эмоциями, а включать сознание и подниматься на более высокий уровень сознания. И тогда мы можем действовать в связи с обстоятельствами, можем попить, можем поесть. Какие инструменты работают? Первый инструмент – это дыхание. Дыхательные упражнения очень, как бы, они помогают человеку вернуться к себе. Второе, конечно же, физическое состояние. Иногда нужно понять, что нужно поспать или поесть, или отдохнуть. Иногда нужно понять, что мне надо физически выйти из какой-то ситуации, какое-то окружение, а не то. И кроме этого, я вам советую каждому написать 10 вещей, которые помогают получить силы обратно. У некоторых это может быть зеленый чай, или поплавать в бассейне, поговорить с другом, ну и так далее. Напишите 10 вещей, которые дают вам силу, всего самого хорошего. Давайте будем сознать. Пока. Так, мы находимся сейчас в Герцелии. Вот такой прекрасный, прекрасный вид моря. Всего самого-самого хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова